Магазин Workout Shop обладает огромным выбором спортивного оборудования. Настенные турники и брусья, резиновые петли, кольца. Там вы найдете все, что нужно для тренировок. Переходите по ссылке в описании, покупайте и тренируйтесь в свое удовольствие. Приветствую всех зрителей, с вами Андрей Кобелев. У меня для вас несколько новостей. Первое, что сейчас обновили сообщество на YouTube, да? И вы можете зайти сюда, например, задать мне вопрос. Я скоро сделаю отдельный выпуск по разбору ваших вопросов, да? И вообще буду в эту колонку стараться добавлять какие-то интересные фотки, какие-то статьи, опросы. Там можно делать и голосования всякие различные. Так что, чтобы видеть именно эти новости, вам нужно будет зайти на мой канал. Сейчас на какой-нибудь другой зайду. Вот, например. Нажать на колокольчик и выбрать, чтобы сообщать все новости канала. И, кстати, это первое. Второе, что мы договорились вот с Максимом Турхановцом сделать зарубу. И в субботу у нас выйдет заруба. Я как раз ее сейчас снимал, забился конкретно. Но все равно сниму этот урок по флажку. Почему? Я немножко модифицировал тут себя косячок, прикрутил такую фигню. И теперь можно оттренировать дома флажок. Изи. То есть, сверху держусь за турник. Турник я, кстати, шлифанул наждачкой теперь сцепление. Вообще убойное. Только руки сдирает. Нахер. Сегодня поговорим как раз про флажок. Как правильно держать, какие ошибки возникают. То есть, обучалка у меня есть на канале. Ссылка в описании будет. А сегодня тонкости разберем именно исполнение этого элемента. Так, если вы уже знакомились с обучалками, начали тренировать флажок, он у вас как-то там получается, но не совсем ровно. Что делать в такой ситуации, как освоить именно правильную технику. Первое, я вам хочу сказать, что лучше всего тренировать сразу на обе стороны. То есть, и так, и так. Для того, чтобы у вас была равномерно развита сила. Не было никаких перекосов. Второе, что во время выполнения упражнения можно использовать разные хваты, ширину хватов. Обычно как? Все тренируют на шведке, да, в воркауте. То есть, там фиксирована ширина хвата. И кажется, что чуть-чуть, если я возьмусь поуже или чуть пошире, на 5 см, на 3 см, то обязательно втащу его ровно. Все легко получится. На самом деле, нифига. Важна сила. Вы должны уметь вообще выполнять флажок на любой ширине. И узким даже. Узким это уже более усложненный элемент. Но, скажем так, пару, тройку сантиметров шире, уже вообще погоды никакой не делают. Скажем так, это такое иллюзорное чувство, да, что вот чуть-чуть уже и все будет нормально. Нет. Вы должны научиться держать как угодно его. Тогда все будет нормально. При выполнении, чтобы на поясницу не было давления, да, старайтесь вот напрягать жопу, выпрямить ее. Напрягайте пресс. Натягивайте носки, чтобы тело было идеально ровным. Руки распрямляем до конца. У нас как раз, если рука вот верхняя, то здесь получается широчайшие тянут. Выравнивают корпус. Нижней рукой мы давим. Большую роль играет как раз у нас плечи, трапеции, для того, чтобы стабилизировать корпус. Как раз косые пресса, для того, чтобы держать ноги ровно. Что касается хвата, хват можно использовать абсолютно любой. То есть, вы должны уметь как угодно держать. Обычно все пытаются тренировать и держать флажок через читерские техники, да, упрощенные. То есть, если вы, например, на трубе, то не двумя верхними, а один вот так нижний, выставляют плечо так, да, или вообще вот так вот держат боком, может, у вас грудь вверх, да, смотрит. То есть, не так развернуто тело, да, параллельно пол, так ровно, а вот так. Так, конечно, легко делать проходки, надо делать, чтобы вверх там подняться, да, ногами во флажке. Но и нормальный флажок, да, он выполняется ровно, чтобы мышцы напрягались, а не просто у вас там плечо упиралось в корпус. Тогда никакого развития не будет. Вам нужно развивать именно силу, держать, то есть, за счет силы себя. Ну, смотрите сами, я сейчас продемонстрирую вам верхний хват. Я могу на трубе сделать легко верхними двумя хватами. Ну, наверху только такое могу взять, да, снизу вот верхний хват. То есть, вот так, не так, а вот. Конечно, на верхний хват немножко на кисть нагрузка возрастает. Но чем шире будет труба, тем меньше будет как раз на нее нагрузка. Что касается именно читерских техник, да, это не совсем читерская, да, просто она используется для другого, да, то есть, используется для выполнения с проходкой. Но если мы там делаем отжимания во флажке, если мы держим на время, то нельзя так выворачивать корпус. Это во-первых. Во-вторых, можно чуть-чуть себе помочь, если мы не развивающие там тренировки, да, делаем на каком-нибудь соревновании, или просто на время хотим удержать. Это будет абсолютно незаметно. Такой небольшой читинг, он реально помогает. То есть, относительно верхней руки, да, вот мы, то есть, относительно нижней, да, вот мы беремся на этом уровне. Верхнюю руку заводим за нее, в ту сторону чуть-чуть, вот так. Тогда, когда мы начинаем держать, у нас корпус чуть-чуть совсем развернутый, но это упрощает выполнение упражнений. Если абсолютно вот держать одинаково ровно, то тогда оно будет чуть сложнее. Первое мы разобрали, что самое главное это развитие силы, а там всякие там изменения хвата, пытаться его разворачивать корпус. Это все-таки упрощенные читерские техники, которые, как-то, не дают нам полноценного развития в этом элементе. Поэтому, когда мы просто тренируемся для себя, то стараемся их исключать. Как-то тренировать эту силу? Ну, первое, это просто удержание, да, по флажка, во-первых. Во-вторых, вы можете просто из такого развернутого стараться потихоньку разворачиваться в нормальный, его удерживать. С ногами согнутыми, например, ноги врозь расставлять, чтобы было проще. Также выполнять, например, отжимания, можно ноги врозь, да, по флажке. Притом, когда мы, например, начинаем отжиматься, то желательно сгибать. Ну, то есть, чтобы нормально были отжимания, нужно равномерно и верхнюю руку, да, сгибать и нижнюю. А не так, что у нас только верхняя рука тянет, то есть мы подтягиваемся, или только нижняя мы начинаем отжиматься тогда. В таком случае. Тут у меня неудобно отжиматься, потому что я начинаю опираться башкой на эту хрень. Отжиматься надо на какой-то шведке искать. Желательно, чтобы прорезь в этой шведке была посередине, да, чтобы у нас башка ровно заходила, а не так, что-то. Сначала вверх мой, потом вниз начинаем отжиматься. Как-то это не очень красиво. Ну, в общем, все. Надеюсь, выпуск оказался для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии. Не забывайте заглядывать в обсуждение канала. Я говорю, что сейчас было сложно мне демонстрировать флажок, потому что я до этого снял зарубу с Максимом Трухановцом. Так что ждите в субботу, ну или в воскресенье, она должна выйти и будет круто.